Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. Смотрите в этом выпуске. Ты помогаешь своему городу, людям, которые тут живут. Тимуровцы нашего времени. Волонтёрское движение в России набирает обороты. Есть с поляризацией, а также есть просто солнцезащитные очки. А чем отличаются с поляризацией и без поляризации? Поляризация убирает блики. Солнцезащитные очки. Выбираем модный летний аксессуар по всем правилам. Они не боятся, они раскрываются и у них здорово получается. Беззаботная летняя пора. Шоу талантов «Звёзды созвездия». Найдено лекарство от детского страха. В Смоленске реализуется проект «Коробка храбрости для малышей», которые испытывают страх перед процедурным кабинетом в больнице. Уже сейчас в детской областной клинической больнице Смоленска можно выбрать подарок за смелость. Например, сдать анализ крови и достать из коробки храбрости заслуженный приз. Многие дети ежедневно проходят болезненные процедуры – переливание крови, перевязки, капельницы и уколы. И подарок из коробки для них – повод лишний раз улыбнуться. Проект «Море добра» – детище благотворительного фонда «Клуб Добряков». Идею с коробкой уже подхватили другие фонды и неравнодушные граждане. Но до сих пор немногие больницы имеют в своих процедурных кабинетах такую необходимую для детей поддержку. А для дальнейшего развития проекта в Смоленске открыто 15 пунктов сбора игрушек. 2018 год в нашей стране указом президента был объявлен годом волонтера. К развитию этого достойнейшего движения было привлечено всеобщее внимание. А его ряды за последние годы пополнило много молодых и не только молодых людей. Чем живет это движение сегодня – далее в сюжете. Помочь пенсионеру, животному или нуждающемуся. Раньше это называлось добродетелю. А в наше время такие поступки называются волонтерство. Так кто такие волонтеры и в чем их заслуга? Ярчайший пример волонтерства из недавнего прошлого – Тимуровское движение СССР. Тогда их насчитывалось около двух миллионов человек. Это было совершенно необычное для того времени явление, потому что работа тимуровских команд была основана на самостоятельности и осуществлялась по инициативе самих ребят. Деятельность тимуровцев носила ярко выраженную общественно полезную направленность. В современном понимании волонтеры в России появились в 90-х годах прошлого века. И вот спустя более чем 20 лет это движение охватило, пожалуй, все регионы и области России. Это очень интересно. Ты работаешь с очень интересными, креативными людьми, разносторонними, которые всегда помогут. Также, вдобавок к этому, приносит огромное удовольствие то, что ты помогаешь своему городу, людям, которые тут живут. Екатерина – юный волонтер и доброволец из Десногорска. Своё бескорыстное служение обществу она начала два года назад. Говорит, что решила помочь сделать этот мир лучше. И действительно, потребность общества в человечности – пожалуй, главная движущая сила этого нового элемента массовой культуры. Но, несмотря на актуальность движения, пока это лишь капля в море. Для волонтерства не требуется каких-то сверхъестественных умений. Просто должен быть ты, который поможет хоть в чём-то, просто чтобы был поддержка та же самая. Одна из аксиом движения – добровольное начало. Бесплатно и бескорыстно жертвовать свои силы на благо других готовы не все. Тем более, что для этого нужно не только желание, но и время. Хотела бы, но я уже не в том возрасте, чтобы быть волонтером. А можно я? Наверное, нет, потому что очень мало времени из-за учёбы. Но в то же время я хотел бы, потому что это помощь людям. Почему бы и нет? Ну, это как бы доброе дело. Надо делать. Я и так стараюсь, я и так волонтёр, грубо говоря, вот именно по жизни. Несмотря на неоднозначные мнения, общероссийская тенденция говорит о многом. За 2018 год число волонтёров стало в два раза больше, чем было годом ранее. А число запросов в интернете «Как стать волонтёром» увеличилось в два с половиной раза. Но и задачи этого движения теперь удивляют своим разнообразием. Как и прежде, волонтёрство является синонимом слова «добродетель». Но суть этого понятия уже искажена. Многие волонтёры думают не о помощи окружающим, а о красивой обложке под названием «волонтёрство». Яркие мероприятия, как, например, чемпионат мира по футболу или встреча иностранных делегаций, привлекает огромное количество добровольцев. Но и берут на подобные события далеко не каждого. Такая волонтёрская карьерная лестница, безусловно, даёт массу возможностей. Практикуются навыки общения, владения иностранным языком, появляются полезные знакомства. Но добродетель ли это в привычном понимании – вопрос спорный. Ведь волонтёрство, в первую очередь, это искренний, бескорыстный труд, не требующий признаний и афиширования. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске на базе кинотеатра «Современник» скоро откроется Центр культуры. Он станет площадкой для выступлений творческих коллективов и исполнителей. Этот вопрос обсудили во время рабочей встречи губернатор Смоленской области Алексей Островский и мэр города Андрей Борисов. Из-за сложившейся трудной финансовой ситуации, в которой сейчас находится «Современник», необходимо в первую очередь стабилизировать его работу. В прошлом году из-за роста конкуренции он понёс убытки в 3 миллиона рублей. Новый же статус позволит в дальнейшем оптимизировать налоговые расходы, поскольку для учреждений культуры применяются более лояльные условия. Также глава региона посетил бассейн «Дельфин» и узнал, что у последнего резервного насоса скоро закончится срок эксплуатации. Губернатор уже поручил проработать вопрос о его приобретении и обратиться при необходимости за помощью в областную администрацию. Солнцезащитные очки Это не только стильный летний аксессуар, но и обязательная защита зрения от вредных лучей ультрафиолета. Как правильно выбрать качественные очки, которые подчеркнут вашу индивидуальность и сохранят здоровье глаз надолго, расскажем в сюжете. Как правило, выбирая очки самостоятельно, без помощи специалиста, мало кто задумывается, какими свойствами они обладают и способны ли обеспечить должную защиту глазам. Хотя данный вопрос чрезвычайно важен. Ультрафиолет, если глаза не защищены, поглощается хрусталиком и роговицей глаз. Часть поглощения выполняет сетчатка, а это негативно сказывается на здоровье глаз. Поэтому покупать солнцезащитные очки лучше в специализированных салонах после консультации с офтальмологом. Особенно это касается тех, кто нуждается в коррекции зрения. Благодаря новым инновациям людям с плохим зрением теперь можно приобрести солнцезащитные очки вместе с диоптриями, что очень удобно. В помещении, где мало яркого солнца, они меняют окраску линз и становятся прозрачными, помогая продуктивно работать с документами и компьютером. А на солнце они темнеют, проявляя защиту от всех видов вредных лучей. Такие очки можно заказать, предварительно измерив свой уровень зрения. Существует ряд линз, которые обладают затемнением разного рода, такие как янтарь, сапфир и аметист. Что это значит? Линзы являются фотохромом. Полное затемнение происходит на солнце. В помещении они светлые. В солнцезащитных очках важна каждая деталь. Материал, из которого сделаны линзы очков, влияет на их прозрачность, вес, прочность и стоимость. Это может быть стекло, полиуретан, поликарбонат или акрил. Достоинство стекла – отличная прозрачность и высокая устойчивость к появлению царапин. Полиуретан – прочный, прозрачный и легкий. А бюджетным вариантом будет поликарбонат. Форма очков также имеет значение. Тем, у кого узкое лицо, больше подойдет модель овальной или закругленной формы. Обладателям круглого лица лучше остановить свой выбор на очках квадратной или прямоугольной формы. Для людей овальной формы лица подойдут очки практически любой формы, особенно кошачьи глазки. На лице треугольной формы идеально будут смотреться очки-авиатора. Очки любой формы вам с радостью подберут в оптике Смоленска-Десногорска, а также предложат медицинские оправы. Но очки – это не только летний атрибут, а еще и показатель стиля. Выбирая модные и качественные солнцезащитные очки, важно помнить – для глаз лучший нейтральный цвет линз. Степень защиты зависит от того, где и сколько планируете носить очки. Пластиковая оправа легче, металлическая выглядит дороже. Форма линз должна быть достаточно большой, чтобы закрывать глаза целиком. Берегите зрение и покупайте только качественные очки. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Деснатовая. Результатом создания региональных сосудистых и кардиологических центров, а также шести первичных сосудистых отделений, стало снижение общей смертности в регионе. Кроме этого, на базе Смоленско-областной больницы уже приступили к созданию гастроэнтерологического центра. Но, несмотря на это, глава региона поручил начальнику профильного департамента проработать вопросы, которые основаны на обращениях смолян. Например, социальные работники Темкинского района попросили содействия губернатора в открытии фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ильино Павловского сельского поселения. Одна из смолянок в социальных сетях пожаловалась на плохое качество матраса и постельного белья в одном из хирургических отделений областной клинической больницы. Алексей Островский назвал ситуацию недопустимой и призвал провести проверки по всем больницам области. Школьные уроки и контрольные задачи позади. А значит, настало время искреннего и беззаботного веселья. Летний лагерь созвездия – подходящее для этого места. Здесь каждый день ребята увлечены чем-то новым и интересным. А 19 июня юные таланты показали себя на празднике «Звезды созвездия». Отряды летнего лагеря «Созвездия», а это около ста человек, собрались в Доме детского творчества, чтобы на других посмотреть и себя показать. Испытать свои умения в пении, танце или чтении стихов – заманчивый вызов, который приняли многие ребята. Праздник был назван «Звезды созвездия». Таланты – это то, что человек любит делать больше всего. То, что человек никогда не бросит делать. То, к чему он возвращается снова и снова. Среди номинаций были вокал, художественное чтение и хореография. Творческие номера часто были шуточные и непринужденные, но по исполнению было понятно. Ребята готовились к ним с должной ответственностью и волнением настоящих юных артистов. Вокальные коллективы – сольные исполнители, чтецы и танцоры. Жюри этого по-летнему веселого праздника было из кого выбрать. По окончании всех творческих номеров все баллы за выступление были подсчитаны и проверены. Но получили дипломы и вкусный подарок все конкурсанты. Ведь в таком конкурсе главное – это общее хорошее настроение. На сегодняшнем мероприятии шоу «Талантов» было 100 человек. И половина из них приняла участие в нашем мероприятии. Было весело, задорно. Они поддерживают друг друга. Интересный факт. Дети-участники вокальных номинаций, которые заняли первое место, вышли на сцену в первый раз. Потому что талант есть у многих с самого детства. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Следственный комитет УМВД России по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС по факту мелкого взяточничества. Находясь на посту по улице Тенишевой, служитель закона взял у водителя 5000 рублей за несоставление протокола о административном правонарушении. В ходе служебной операции инспектор ДПС был задержан. Как сообщили в Управлении Министерства внутренних дел по региону, в настоящее время инспектор отстранен от исполнения служебных обязанностей. Начальник управления назначил по данному делу проведение служебной проверки. И коротко о погоде. 25 июня в Десногорске ясно. Температура днем до плюс 25 градусов тепла, ночью плюс 16. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiztv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова